Российский Футбольный Союз и Газпромбанк Акционерное Общество представляют программу Мама знает все на Авторадио. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Здесь территория вне политики и экономики. В этой программе говорят мамы. Рассказывают о детях, которые связали свою жизнь с самым популярным и самым обсуждаемым видом спорта. С футболом. Эти юноши, мужчины и девушки, входят в состав национальной сборной страны. У них за плечами невероятно интересные истории о том, как добивались успеха. Чем жертвовали, через что переступали. Ну а мамы все это переживали, как говорится, в режиме умножить на два. Итак, это проект «Мама знает все». Создан он по инициативе Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка в студии Татьяны Гордеева. И Катрина Гайсина. С особым удовольствием представляем нашу гостью. Ту женщину, которая решила сегодня с нами пооткровенничать. Это мама игрока «Зенита» из сборной России по футболу Алексея Сутермина. Лилия, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в программу. Она сегодня посвящена вашему любимому сыну. Лилия, как вы его ласково называете? Сынуля. Сынуля 28 лет. И он в настоящее время один из самых перспективных игроков в стране. Лилия, а у вас же двое сыновей. Да. И, скорее всего, они очень разные по характеру и темпераменту. Разные. Вот Алексей сам говорит, что в детстве он был спокойным. И сейчас таким остался. Это правда? Да. А второй более шустрый. Это младший Константин, да? Да, у них разница год 11 месяцев. Алексей на волне большого интереса к его персоне давал много интервью про свое детство. И вы знаете, есть ощущение, что оно было абсолютно счастливым. Думаю, что в каждой семье должно такое присутствовать. Так как у нас семья большая. И со стороны мужа, и со стороны моей. Поэтому дети воспитывались в любви, в ласке, в заботе. У Леши, у Кости на первом месте всегда семья. Так же это было у нас. Лилия, Алексей сейчас сыграет в «Зените» и живет, соответственно, в Питере. А вы по-прежнему в Одинцово. Да. То есть там, где, по сути, и начиналась футбольная карьера Алексея Сутермина. А ведь до футбола у Леши было плавание. Это папина инициатива была? Он ведь был, по-моему, плавцом, да? Да. Папа был мастером спорта. Он в пятом классе выполнил мастера спорта. Потом не продолжил. Леша ходил, плавал. А потом получилось, что лет в пять папа взял его с собой на стадион. И как раз играли красно-белые. Да, играл «Спартак». И «Спартак» забивает гол. Ну, вы представляете, да, там масса народу, все там кричат, эмоции. И Леша испугался, там нагнулся, там папа сказал, там чуть ли не под лавку залез. Он говорит, мы даже, ну, не поняли, что чего, почему так это произошло. После этого он стал его брать с собой на футбол. И приятели, с которыми он ходил, всегда говорили, бери с собой Леху. Потому что когда Леха приходит, «Спартак» выигрывает. Интересно, что Алексей играл уже за несколько российских клубов. Но вот со «Спартаком» так судьба и не свела. Так сложилось, значит, так сложилось. Да, папа, конечно, хотел. Очень. Потому что после «Крылатского» был момент. Мы просто ездили там на просмотр. В «Спартак». Да. Ну, Леша где-то, наверное, месяца два-три походил. Что-то его там не срослось. Да, не срослось. И он сказал, нет, я не хочу там сидеть на лавке. Лучше я буду играть в другом клубе, ниже, да, допустим. Но мне хочется там играть и развиваться дальше. Итак, по сути, где-то получается, что в восемь лет Алексей попадает к тренеру Александру Грекову. Видимо, это какой-то, вот мне так кажется, особенный человек, потому что уважение к своему первому тренеру футболист Алексей Сутормин сохранил навсегда. Да, он действительно многое дал Леше. И не только Леше. Наш 94-й год тоже благодарен Александру Ивановичу. Александр Иванович Греков у нас в программе. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Иванович, знаем, что помимо Сутормина у вас было много воспитанников, которые впоследствии добились успеха в футболе. Вот какие-то общие черты характера, возможно, сходство физиологии у них наблюдались? Замечали что-то такое? Ну, вообще-то, да, целеустремленность у каждого человека есть. Потому что человек, который любит футбол и целеустремленность, он, самое главное, делает карьеру футбольную, бросая все остальное и занимаясь только футболом. Это у каждого, кто хочет добиться больших результатов. Александр Иванович, вы же прямо ходили, можно сказать, в народ, ходили в школы и отбирали мальчишек для секции, для футбольной школы. Расскажите, вспомните этот момент, как Лешу нашли в конце концов. Леша Сутормин – это Одинцовский мальчик, понимаете? А Москва, вы знаете, что немножко на удалении. Чтобы найти хороших, приходится много-много ходить, изыскивать, смотреть, просматривать, проверять и так далее. Просеять большое количество детей. И вот в одной школе Одинцово, начальной школе, мне подрались несколько человек, и я их отобрал. А на что обратили внимание? Леша уже был по тем временам такой вот, плотненький, сбитый мальчик, понимаете? Откормленный, да, Лилия? Да. Лилия с гордостью подчеркивает, что дабл хорошо откормлен. Упитанный, как я говорила. Александр Матыш всегда говорил, нет, он не упитанный. Если вы знали, то это тоже, как проверяются футболисты, понимаете? Потому что сначала много-много. И мы смотрим сначала именно на футбольные действия игрока, потому что в первом-втором классе ребенок ничего не может показать. Вот какие-то данные такие, и плюс еще тренерское чутье, оно должно и подсказывать, и изыскать вот этих ребят. Александр Иванович, а вот взгляд со стороны. Семья, родители Алексея, они его поддерживали в спортивном пути? Вот как-то это проявлялось? Ну, поддерживать. Это слово такое непонятное. Мама души не тяну до сегодняшнего дня. Вообще она любит такую любовь материнскую, что даже если не заиграть, это было бы невозможно, понимаете? Было бы предательством по отношению к маме, да? Конечно. Лешке повезло, что у него такие родители. Вот это самое главное, понимаете? Они его понимали, они ему все делали, все условия делали, что он рос. И на турниры все за ним ездили, да? И не только турниры. У нас были даже родительские дни, когда они ездили в Чехов. Скажите, а родительские дни, это что, это массовый физкультурный выезд, когда родители тоже увлечены в какую-то программу или что? Родители играли в футбол сначала из письма. Ну, во-первых, понимаете, у нас сборы были в Подмосковье, да, в Олимпийской базе. Дети там, что знает, до вечера занимаются, там трехразовые тренировки, понимаете? И родительские дни, как в лагерях всегда родители приезжают. И, естественно, здесь мы одной семьей встречаемся и одной семьей улыбаемся. Лили, а вы на какой позиции на поле стояли, когда с детьми играли? Я не стояла. Ага. То есть все-таки улыбнули. Стояли родители, папы, папы. Папы, понятно. Папы играли против детей, это уже традиция. Да, и папы не поддавались. Даже мамы там, да, ну, приезжали в основном же как мама и папа, да, и мамы всегда там потом на папу ругались и говорили, как это так. Могли бы поддаться. Да, дети маленькие, они говорят, нет, ничего подобного. Вот мне, знаете, тут кажется, вот таких тренеров, как у Александра Ивановича, отношение к своим футболистам абсолютно как к детям, наверное, к своим. Вы знаете, самое тонкое чуде у этого ребенка. Он все понимает. Ложь, несправедливость и так далее. Он тянется к тренеру так, если только он оступился, то все. Считайте, ты пропал как для него. Спасибо вам огромное за то, что есть такие тренеры, за то, что есть такие детские тренеры, которые так вкладывают душу и так переживают за своих, в общем-то, учеников. Александр Иванович Греков, первый тренер. Алексей Сутормина был у нас в программе. Александр Иванович, всего доброго, здоровья, удачи и хороших учеников. Иванович, спасибо, мы на связи. Мама знает все. Есть очень красивый эпизод, связанный с Александром Ивановичем Грековым и с тем подарком, который преподнес ему благодарность за свою успешную карьеру Алексей Сутормин. Лили, может, вы расскажете? Я просто вот, насколько мы знаем, сам Александр Иванович немного смущается. Рассказывает про тот самый миллион рублей. Ну, мы просто сидели, как-то разговаривали. Он уже в то время не работал. Александр Иванович, да? Да, он уже не работал, и он живет на даче. А надо предполагать, что теннисия у детского тренера не самая великая. Ну, да, я думаю, что... Я думаю, и зарплата-то была не самая великая. Да, и зарплата, да. Что у учителей, что у тренеров. И, конечно, у них там мизерный. Когда ты видишь там труд человека, конечно, хочется... Ну, не знаю, Леша, в общем, решил Александру Ивановичу помочь. И он сказал, я переведу своему тренеру там определенную сумму. Он, конечно, очень был растроган, растерян. Он говорит, я не понимаю. Я представляю, какая реакция была, да? Почему, что, чего и как, ну вот. Ну, прекрасный подарок, прекрасный поступок. Леша сам, кстати, рассказывал, что ему очень приятно радовать близких людей. И даже считает, что вот радовать других намного приятнее, чем делать подарки себе самому. Вас он тоже балует? Да. Ну, он содержит маму. Давайте возвращаться опять в детство. Вы уже тогда допускали мысль, что Алексей, в принципе, может всю свою жизнь связать с этой игрой? Нет, но он уже тогда, к тому времени, он, это уже был десятый класс. Он уже как бы сказал, что, конечно, хочет посвятить себя футболу. И, ну, я видела то, что у него получается, да, что у него страсть и огромное желание заниматься этим видом спорта. Горят глаза, и он хочет, стараешься поддерживать. Мы не были против. Итак, после Академии Строгино юный Сутармин еще три года обучался в Химках, а потом в 16 лет Алексей уезжает в Петербургскую Академию Зенит. Да. И вы, соответственно, как вы уже сказали, одобрили, безусловно, выбор сына. Да, конечно. Ну, для меня во всяком. Ну, и для папы, потому что я все-таки мама такая более строгая, папа у нас более трепетный относился. Если наказывал, он всегда заступался за детей. Потом, вот, когда мы уже поехали с Лешей... Уже оставаться ему там. Да, подписание контракта. Мы с ним прощаемся на площади мужества, потому что я сказала, ну, я поеду тогда еще погуляю по городу. И все, и оставили его в Петербурге. Да, я его оставила. И, ну, вижу, он такой растерянный. Я, конечно, тоже так себя держала в руках, думаю. Если я сейчас тоже как бы покажу ребенок мой, как... Я-то поеду домой, а он-то будет в новом месте. Да, вот. Ну, я думаю, что ему тоже было тяжело, но он этого не говорил. Лиля, а когда ваш сын стал взрослым? Вот тогда, как раз, когда уехал из дома в Питер? Да, я думаю, это повлияло. Самостоятельное проживание правильно сказалось на юноше? Да. Да, потому что, я говорю, мне сначала было страшно, там, отпускать, как, что, чего. Ну, так как он вообще с детства был спокойным и послушным ребенком, да, и не доставлял там хлопот. Вот, по прошествии лет, ну, когда он уже после Академии приехал, поняла, что если бы был возможен раньше вариант для, даже для других, может быть, родителей, не надо бояться. Надо, наоборот, поддерживать, просто ты все равно как бы на связи. Тем более, понятно, что тревога какая-то есть, она и будет. Это, естественно, родительский инстинкт, наверное, да. Безусловно, там, ты волнуешься, как, что, чего, один. Мама знает все. Нам надо надолго прерваться. Через несколько минут продолжим. Как воспитать чемпиона? Мама знает все и расскажет на Авторадио. Алексей Сутермин. Этот футболист в составе молодежной сборной в 2016 году стал победителем Кубка Содружества. Дважды был чемпионом страны в составе «Зенита». С этой же команды взял и Кубок, и Суперкубок России. Мы сегодня говорим про Алексея с его мамой, Лилией. Программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Лилия, Академия «Зенита» куда она попала в 16 лет и вывела Лешу на новый уровень, скажем так. Он по-новому как-то раскрылся для вас? Была другая ступень его развития, более стал требовательным к себе. Ну а игра, вот даже вы там же смотрели, да? Да, в играх. После Академии он же приехал и стал играть в «Строгино», потому что с ним не продлили контракт. Такой чуть был расстроен, и как там, что, чего. Я говорю, сынок, ну все как бы сложится, все по поступательной. Значит, с каждого свой путь, значит, у тебя такое. Ты должен это как-то преодолеть. Так получилось, что после Академии «Зенита», как вы уже тоже говорили, задержаться в питерском клубе Алексею не удалось. Он вернулся в Москву. Ну так или иначе, это все равно в нашем разговоре уже звучала информация. И даже вроде бы был какой-то перерыв, когда он, в принципе, сидел дома, тренировался сам и, по сути, даже не знал, что будет дальше. Вот, Лилия, мысли бросить в футбол в тот момент не было. Может быть, там бросить в футбол, получить какое-то образование, там, идти в другую отрасль. Нет, он все равно хотел футболом заниматься, потому что видела, что он переживает. Мы пытались, чтобы он не нервничал, что у него все равно все получится. Старались, со своей стороны, наверное, его тоже там мотивировать. Нет, ну в любом случае, все равно вопрос вставал, я говорю, Леш, образование ты получил. Учился он хорошо, ты не глупый. Ну просто он себя как бы, ну, не видел, видимо, сначала. Ну не то, что где-то чего-то помимо футбола. Так как, я говорю, что у него такое было желание и страсть. И с мечом, я не знаю, там, наверное, засыпал. Но я думаю, что это у него все равно продолжается по сей день. Потому что, когда он приезжает, он все равно с утра идет на тренировку. Я говорю, сынок, отдохни. Нет, они идут, ну вот, младший сын, если, допустим, у него там выходной, вот они идут на тренировку с утра, вечером у них тоже какие-то там игры с ребятами. То они там на один турнир едут, то туда едут. И вот... Футбол всегда. Да, футбол всегда, когда приезжает. Потому что я даже, ну, я говорю, ой, боже мой, один футбол. Я говорю, Леш, ты не устал? Я говорю, ну ты вроде... Он говорит, мамуль, ну я уже взрослый. Я говорю, ну ладно. И второй, глядя на него тоже. С основой работы бежит, но футбол. Ну вот вы сказали по поводу школы, что учился хорошо, и что с образованием все было нормально. Но давайте мы чуть подробнее об этом поговорим с его школьной учительницей литературы Натальей Остапчук. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, что вы у нас в программе. Добрый вечер. Наталья Геннадьевна, а вы догадывались, что один из любимых предметов школы Алексея был русский язык и литература. А любимый учитель вы? Ну, я предполагала насчет любимого предмета, потому что по тому отношению, которое я видела Алексею к предмету, действительно, он выкладывался по полной. Всегда был готов к срокам. Что ему лучше всего удавалось? Возможно, там стихи наизусть, да, какие-то читать? Да, я вела не только литературу, но и русский язык. Поэтому Алексея, к сожалению, я учила не так долго, потому что когда он принял решение переходить в «Зенит», в Академию «Зенита», да, было очень жалко расставаться, потому что действительно та целеустремленность, которую я видела у Алексея, его желание добиться результатов не только в спорте, но и в учебе. И потом я знала Алексея еще где-то примерно с середины девятого класса, когда он готовился к искусственным экзаменам. Действительно, очень серьезно. И спорт нисколько не отнимал у него времени, а наоборот только помогал. То есть маму не приходилось вызывать в школу? С дисциплиной все было хорошо, с домашним заданием все было хорошо. Диктанты писались на пятерки? На четверки и пятерки, да. Само отношение к учебе в классе с ребятами действительно, это как образец. И сейчас вот у меня пятиклассники классные руководства, пятый класс, и трое ребят профессионально занимаются футболом. И Алексея я привожу, ну, как в пример, и они очень гордятся. И я сама, конечно же, очень горжусь. И они у меня взяли обещание, что когда-нибудь я смогу пригласить Алексея к нам на урок. Лиля, а как думаете, придет Леша на урок вот так вот? Придет. Да? Да. То есть вот он из этой... Наталья Геннадьевна, то есть абсолютно есть все шансы пригласить Алексея Сутермина к вам в школу? Я думаю, что да, да, да. И даже недавно, когда мы работали, проходили по русскому языку темы не существительные, нужно было подобрать имена собственных, известных наших жителей Одинцовского района. Ну, в некоторых работах, особенно эти мальчиши, которые занимаются футболом, я увидела Алексея Сутермина. Поэтому это очень приятно. Здорово. А, Наталья Геннадьевна, вот дети-спортсмены вообще, в принципе, отличаются от других учеников? Отличаются, да. Особенно те, кто профессионально занимаются спортом, они отличаются как раз своей целеостремленностью, уменностью четко планировать. У меня были дети, кто профессионально занимаются фигурным катанием, когда у них раскатка там были, танцы, разминки были с четырех утра. То есть они успевали и с утра на лед выйти, прийти в школу, сделать уроки. И девятый класс многие из них заканчивали на оценку отличных, то есть эти факты не особого образца. Но вам не хотелось скидки какие-нибудь делать этим детям? Вот вы же подумайте просто там, да, ну, господи, ребенок там с четырех утра на катке, или там он что-то с тренировки на тренировке, но его же хочется пожалеть. Может быть, там оценочку там... Его пожалеть хочется, но они сами не дают нам такой возможности, потому что они привыкли сбиваться максимум, такие ребята. Спасибо вам большое. И так у нас... Очень душевный человек. Очень душевный человек, добавляет Лилия. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Наталья Геннадия Настовчук была у нас в программе. Спасибо, Наталья. Наталья Геннадия. Да, нет, счастливо. Мама знает все. Итак, давайте вернемся в то время, когда после Академии Зенита с утром минут пришлось вернуться в Москву. В итоге Алексей попадает в клуб Строгино. Вот тогда, Лилия, наверное, вам было спокойно? Сын рядом, под боком, все дома. И при деле, да. Конечно, радость, что он вернулся домой, да, но вот эта неопределенность, видя, что он пережил, ну, конечно, тоже мы переживали. Он нам старался не показывать, да, а мы старались ему, чтобы он... Не травмировать. Да, не уходил как бы в себя. Спустя два года Алексей перешел в Астраханский Волгари. Как вам Астрахань? Замечательно. Когда Леша перешел, первая поехала я. Он снимал квартиру. Я была, конечно, сначала как бы шокирована, потому что погода летом, это жара вообще... В Астрахани, да. Да. Но зато Волга какая-то. Но в Оренбурге тоже. Но я так не очень, конечно, жару, потому что я сказала, ну, до семи мама будет дома, значит, и потом, когда жара уже спадет, мама будет выходить. А вы были на той невероятной игре, когда на футбольное поле напала саранча? Нет, меня не было. Есть предложение поговорить с непосредственным участником событий. К нам присоединяется главный тренер команды «Волгарь» в те годы, когда там играл Сутармин. Ныне советник главы Северной Осетии по вопросам детского футбола Юрий Фарзонович Газаев. Здравствуйте. Юрий Фарзонович, вот про вас говорят, что вы строгий, жесткий, очень требовательный к дисциплине тренер. Наверное, именно эти качества в свое время помогли вам вывести команду «Волгарь» на новый уровень? А вот какие качества Алексея Сутармина вы можете подчеркнуть? Вы знаете, если брать, потому что ты когда принимал его, говорили, что не хватает того, что объем не делает или не обороняет, то есть всегда обозначают не только положительные качества. Когда поговоришь, у парня светлое голова, он восприимчив к заданиям, которые есть. Когда ты пообщался, ты понял, что у этого парня есть перспективы, потому что самое большое достоинство, каких бы качеств ни было, это все-таки интеллект. Он, в общем-то, может отдать передачу голевую, эпизод решить. Для меня не было удивительно, что он рос. И там момент был, я не так давно с ним разговаривал, он куда-то хотел на просмотр, их не буду называть клубы. И он мне совсем недавно говорит, я так сомневался, что вы меня не отпускаете туда, а вы оказались правы. И потом вот Оренбург наверх пошел, и ему нужна была вот эта ступенька, через которую он должен был пройти, и попасть в большой клуб. Юрий Фарзонович, скажите, пожалуйста, ну вы же наверняка помните, как вообще к вам попал Сутармин? Где вы впервые его заметили? Как познакомились? Вот это все моменты. Могу сказать, мы старались общаться с людьми, которые следят за футболистами молодыми. После этого мы приглашали этих футболистов на просмотр, и, в общем-то, понравившиеся ребята оставляли. Удалось ли Сутармину полностью проявить свой талант, свои качества, свои способности в Волгаре? Я вам хочу сказать, что для игрока, который сегодня, в общем-то, игроком сборной стал, каждый следующий шаг, допустим, это ступень к высоте, которую он хочет, в общем-то, или может освоить. Поэтому я говорю же, вот Леша очень прогрессировал. Люди бывают талантливые, да, но как-то разбросанные. А он, в общем-то, цельный такой парень был, и не скажешь, что прямо вот есть, наверное, более выдающиеся по качествам ребята, но талант – это многогранность. И вот у него эта многогранность была, и я сегодня очень рад, что он дорос до игрока сборной. Спасибо вам огромное. Прекрасные слова, и я думаю, Лили, очень приятно было это слышать. Спасибо вам, Юрий Фарзулович, тоже за все, за то, что вы вложили, да, за ваш труд, и успехов вам тоже в вашем нелегком труде. Вы мне очень близкие люди, я всегда вас рад слышать. До свидания. До свидания, до свидания. Лилия, о первых знаковых победах. В 2016 год в составе молодежной сборной России Алексей Сутермин выиграла Кубок Содружества. Он же тогда забил гол в финале, гордились? Да, это было с Молдавией, игра была с Молдавией. А вот все его кубки, граммы, это они у вас хранятся или у него? Ну, а я живу с Лешей. С 2018 года Алексей Сутермин стал играть в составе футбольного клуба Оренбург. Играя за эту команду, свой первый гол в премьер-лиге Леша посвятил своей прабабушке. Что за уникальная женщина была в вашей семье? Бабушка у нас была сержнем, прожила она долгую, может быть, и нелегкую жизнь. Умерла она, когда ей было 99,5 лет. А, почти 100. Вот, была до последнего в уме, была очень властной. Она же до последнего интересовалась футболом. Да, она говорила, что ножки, жалко его ножки, это, ой, это вот сколько бегать-бегать и в холод, и в мороз, и в жару. Вот, я говорю, ну, футбол состоится в любую погоду. Конечно, она была в курсе всех событий. И всегда спрашивала, вот, Леша гол бил? Я говорю, бил. А сколько забил? А там едва. Потом вот каждый раз, как вреду Леша, я говорю, бабушка била. Она прям счастливая, довольная. Ну, они ее очень любили, я так понимаю. То есть у Леша именно поэтому и был посвящен гол, его первый гол в премьер-лиге. Да, получилось еще, знаете, как просто момент, что они с Оренбургом, они уехали на сборы, улетели в Австрию. Он мне там, он говорит, мамуль, ты мне, если что, там пиши. Я говорю, да, конечно. И получилось, что она умирает 22 июня, а у Леши на следующий день игра. Ну, мы на общем, как бы, семейном совете сказали. Зная его, он там один. И чтобы не расстраивать, еще настояла мама с дядей. Мне сказали, ну, мы скажем ему после игры. Вечером я позвонила ему, сказал. Ну, его реакция была настолько, я ее на всю жизнь запомнила. Сказал, почему ты мне не сказала раньше? Он хотел приехать, но он не смог. Ну, не было билетов, и он не успевал. А у нас получилось, он не попал, он очень расстроен. И он со мной разговаривать не хотел. Была его фраза, он говорит, все были, а меня не было. Еще у него, знаете, он очень любил, бабушка у нас вкусно готовила. Он любил, когда она делала яблочный пирог. Я помню, как-то сделала мама, и он мне сказал, мам, ну, ты бабушке скажи. Он говорит, у нее тоже вкусные, но оби было вкуснее. Такого никогда не будет. Замечательные такие семейные истории, конечно. Давайте продолжим. После Оренбурга была история с переходом Алексея Сутермина в Казанский Рубин. Где он успел выйти на поле, по-моему, только один раз, да? Да. И уже спустя месяц Рубин передал игрока «Зениту». Очень много комментариев было, домыслов, издевок по этому эпизоду. Мы не будем сейчас это все поднимать. Это не для нашей программы. Мы спросим у вас лишь одно. Вы все читаете, что пишут про Лешу в интернете? Сейчас нет. Раньше читала. Расстраивалась. Я там более эмоциональный человек. Еще Леша, я говорю, ой, я кому-нибудь напишу, отвечу. Леша мне говорит, мам, ты что? В комментариях никому, нигде ничего не писали под каким-нибудь... Нет, нет, такого я ничего не писала просто. А хотелось наверняка. Да, конечно, хотелось. Ответить всем за сына. Да, да, да. Да и не то, что за сына, просто понятно, знаете, когда команда выигрывает, все ликуют, все хорошо, все прекрасно. Не всегда же бывают моменты, когда команда, допустим, проиграла или сыграла в ничью. Ну и все, и вот начинается. И я для себя сделала как бы вывод, что я стараюсь там строгироваться и... И меньше читать. Да. Нет, ну читаю, но так, через раз. Дебют футболиста в «Зените» состоялся в июле 2019-го. И по сей день Алексей Сутармин встанет сине-бело-голубых. Впрочем, подробнее об этом мы поговорим после совсем небольшого перерыва. Мама знает все на Авторадио. Его называют универсальный футболист. Он умеет действовать на разных флангах, как в атаке, так и в обороне. Сильными качествами игрока являются игра в контратаках, обостряющие действия, умение открыться под передачу партнера. Алексей Сутармин, игрок футбольного клуба «Зенит» и национальной сборной по футболу. В студии у нас по-прежнему его мама, замечательная мама Лилия. И мы продолжаем программу «Мама знает все». Проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Ведущие Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. По поводу национальной футбольной сборной страны. Алексея выбрали впервые в расширенный состав еще в 2019 году. Лилия, что за история с отказом от приглашения еще вот тогда от Черчесова в связи с тем, что Алексей решил сыграть свадьбу? Мы увидели, да, что он вошел в расширенный состав сборной. Ну, конечно, мы обрадовались, но свадьба была уже запланирована, потому что готовились мы почти за полгода точно, может быть, даже больше. Они готовы были перенести. Просто, ну, хотели, конечно, сыграть летом. Готовы перенести свадьбу. Свадьбу, да, готовы были перенести свадьбу. Тоже такой шанс. Сегодня пригласили, да, надо его использовать. Ну, давайте просто подчеркнем для наших слушателей, что расширенный состав – это еще не гарантированное попадание в основной состав. Да, и ему позвонил Станислав Саламович. Вот, и он сказал, он говорит, Алеш, я понимаю, что это такое, как бы, событие, люди к этому готовятся. Не факт, что ты будешь заявлен, поэтому играй свадьбу, все у тебя еще впереди. Ну, вообще, часто футболисту приходится жертвовать интересами семьи ради игры, ради тренировок. Ну, конечно. Праздники в основном все проходят без него. Вот, вы знаете, мы сейчас как раз хотим поговорить на очень личную тему, очень непростую, про папу Леши, про вашего мужа. Его же не стало совсем недавно, года два назад? Да, в 20-м году. А как его звали? Сергей. Он же ушел совершенно неожиданно. Да, предпосылок не было. Ну, я вообще, говорю, я не понимала, во-первых, что происходит, и вообще какая-то, ну, никакая была, потому что даже скорая приехала. У меня давление сразу, я даже его не ощущала. И потом Костя уже, он говорит, мам, надо Леше, наверное, сказать. Я говорю, я не знаю, как ему сказать. Ну, потому что я знала, как он отнесся там к бабушке. Ну, понимаешь, да, умом, что ему это надо сообщить, а как? Я не знаю, Костя вышел, видимо, чтобы и меня там не травмировать. Костя говорит, мам, он не понял. Он говорит, в смысле там ты, Кость, что говоришь? Костя сказал, папа не стал. А наутро... Ему-то наутро на тренировку. Нет, Леша ночью позвонил. Да, потом, я сейчас вспоминаю, он позвонил, подошла я, вот. Ну, он начал меня успокаивать, сам, конечно, тоже рыдал. А у Леши как раз должна же была быть игра выходной с Краснодаром. И он говорит, он говорит, мам, я хотела бы отыграть и приехать к папе. Как Леша вышел на игру вообще? В воскресенье вот он вышел на поле. Ну, практически там добавленное время уже на последних минутах, когда, конечно, он упал, когда забил гол и упал. Тут, наверное, рыдали, ну, не только я, да, рыдали все, потому что все стали мне звонить. А он упал на поле, он плакал же, да? Он плакал. То есть он до этого держался, а тут забил гол. Да, подбежала вся команда и стали, ну, спрашивать Лешу, что случилось. Он сказал, что у меня умер папа на кону. Ну, отец бы им гордился. Вот за этот эпизод и за его выдержку. Да, я сказала, я говорю, что, ну, папа, вообще-то его мечта была видеть Лешу знаменитым баллистом. Ну, что-то он застал, вот, он очень радовался, он очень гордился. И всегда он ему посылал напутствие перед игрой. Всегда. Уже была игра без папы, и он говорит, что я к телефону подхожу, а сообщений нет. Это жизнь, такое бывает тоже. Еще один представитель семьи Сутерминых, младший сын Константин. Кстати, насколько он младше Алексея? Год 11 месяцев. А Константин тоже, по-моему, в футбол играет. Да, в любительский. Ну, у него уже основная работа. А какая? Чем занимается? В какой сфере? Он госслужащий. Понятно. Давайте-ка поговорим. В общем, после работы у него все равно футбол. Жена устала от футбола. Она говорит, футбол присутствует в нашей жизни со всех сторон. Привет, мам. О, здравствуйте, Константин. Итак, неожиданно в эфир вырывается Константин Сутермина. Очень приятно. Привет, сынуля. Здравствуйте, всем привет. Слушатель Мафта радио. Скажите, пожалуйста, какие у вас были взаимоотношения в детстве с братом? Вот знаете, говорят, что обычно старшие братья, они не особо любят младших. Все такие важные ходят, даже если разница небольшая. А у вас как было? Смотрите, ну, мы вот, кстати, часто тоже в семье общаемся. Если прям говорить из детства-детства, то как-то раз меня брат, вот, наверное, в детстве соску отнимал. Единственное, что было от него плохое, вот такое агрессивное. Да ты не сосал ее соску. Ну, мы обычно очень дружно, очень дружно всегда вместе, вот, росли на детских футбольных полях, вот, играли. Постоянно мама, когда брат уходил куда-то гулять, мама всегда говорила, Леша, бери Костю с собой, он помладше, вот. И если вдруг я где-то мог взять брата, для меня это была честь, вот, я тоже брал брата с собой. Поэтому вдвоем всегда росли, встречали папу с работы. То есть в других каких-то любимых игр, да, вот, помимо футбола, предположить, было достаточно сложно? Слушайте, наверное, да, так, честно говоря, вот, в голове, если рискать, то, наверное, не вспомнишь. Ну, постоянно футбол был, футбол, 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 и бабушка, вот, с маминой стороны, получается, она тоже там привозила формы. Ну, в принципе, всегда все привозили футбольное, настроенные, зацикленные были всегда на футбол. И выбрать подарок сыновьям на день рождения, да, вот, тут не нужно было думать, что дарить. Конечно, это постоянно. Либо футбольный мяч, а во дворе пользовались просто всегда нашим мячом. Вот, родители нам всегда покупали мячи, бутсы, все, что могли, футбольные, скажем так. К вам, как к младшему брату, Алексей, маму не ревновал? Часто же все лучшее в семье достается младшему. Конечно, где-то, может быть, были какие-то шутки, но я думаю, что мы, любовью не были оба, обделены. Вот, если Леша что-то покупает там, то и мне тоже, поэтому, если вдруг кому-то что-то надо купить, то получалось и мне, и всегда у родителей это умножалось, в общем-то, на два. Мама нас в том очень сильно любит, любили, я не знаю, любят, наверное, да, по сей день. Спасибо вам огромное. Еще раз подчеркиваю, что очень приятно было познакомиться. Это Константин Сутармин был у нас в эфире. Счастливо. А можно я дополню? Конечно. А вот в плане того, что, ну, вы сказали, как бы ревновал, не ревновал? Нет, вы не знаете, вот единое целое, как сиамские близнецы друг без друга. Потому что, получается, когда приезжают, Костя-то на работу, и вот он будет уже сидеть там, как бы уже там спать хочет, но все равно он будет сидеть, потому что, я говорю, они не могут наговориться всегда друг за другом. Замечательные сыновья. Правда, вот уже повторяем и повторяем. Как надо воспитывать мальчиков, чтобы они вырастали вот такими? Что самое главное в этом процессе? Даже не знаю, как сказать, но... Любовь и строгость? Нет, ну, я была строгой мамой, да. Мне даже вот, я говорю, что моя бабушка всегда говорила, она говорит, ты строгая мама. Они не шкодили. Нет, ну, там, может быть, было какие-то, ну, там, незначительные, да, чтобы вот они там дрались. Вляпались какие-то истории. Да, там, ну, там, бунтари какие-то были, там, да, хулиганили так вот. Да, нет, такого не было. Я говорю, даже вот бабушка мне всегда вот потом сказала, она говорит, ты счастливая мать. Потому что, ну, дети как бы спокойные, они тебя там слушают. Я думаю, что в любом случае, наверное, ну, и они, может быть, впитывали. Но я думаю, что это как бы идет всегда из семьи. Потому что и с моей стороны почитание старших, и со стороны мужа то же самое. Всегда там, ну, делиться, слабых не обижать. Элементарное воспитание, наверное, я не знаю. Мы сейчас ненадолго прервемся, но еще вернемся. Впереди сборная России, карпинская диета, таска Сутермина по сладенькому и статус капитана в главной команде страны. Мама знает все на Авторадио. Эта программа «Мама знает все». Создана она по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Мы продолжаем. В студии мам Алексея Сутермина, Лилия. Мы уже говорили о том, что Алексей Сутермин сейчас это не только «Зенит вес», но и игрок национальной сборной, возглавляемой Валерием Карпиным. С одной стороны, понятно, безусловно, это честь, с другой стороны, большая ответственность и некоторые лишения. Да, ведь если человек, например, любит сладкое, то ему в сборной придется горько. В сборной действует запрет на употребление сахара. Каково сладкоежке Сутермину жить и работать с этим, Лилия? Он приехал, помню, со сборной, сказал, я больше не ем сладкого. Мы говорим, ну, ты что там? А он еще увидел у меня, потому что я тоже люблю сладкое. Вот, он говорит, мам, ты что? Я говорю, ну, съешь конфетку. Он говорит, нет. Он мне говорит, мама, попробуй. Первую неделю как бы может быть тяжеловато. Он говорит, потом привыкаешь. Ну, я говорю, ну, нет, это не мое. Мама не готова. Пусть меня Валерия Кеоргиевич не ругает, что мама не такая дисциплинированная, как сын. Слушайте, а вздените, что-то запрещают есть? Там есть, там существует какая-то диета? Нет. Вновь про сборную. Лилия, когда ваш сын впервые вышел на поле с национальной командой, вы же были на игре? В Казани, да, была. Волновались? Какая-то все равно особая игра была, да? Ну, конечно. Когда его пригласили в сборную, это уже тоже другая ступень. Я помню, он утром сходил на тренировку. Ты приходит и такой подходит. Так с Мариной они улыбаются. Такой говорит, мамуль. Меня вызвали. А я такая еще там сплю, спасоня. И я так говорю, в сборную. Ну, у меня слезы. Он меня обнял. Он говорит, мамуль, все хорошо. Вот. Ну, я это сразу всегда сопоставляю. То, что папа был бы очень счастлив и рад. Ну, не дожил. А еще же он на вторую игру уже вышел капитаном. На третью. На третью. На третью, да. А когда уже Валерий Георгиевич сказал, что он будет капитаном, я это прочитала в интернете. Вы знаете, я очень переживала в этот день. Ответственность уже другая. Это перед, как бы, стороной. Всю игру переживала. И я все только просила, чтобы они выиграли. Потому что, думаю, ну, если на него проиграют. Думаю, ну, все. Все косяки на него повесят. Скажут. Не успел. Его только вызвали, да, в сборную. И через три дня он с капитанской повязкой. Потому что там комментарии тоже были. Типа, ну, что это такое? Как можно давать капитанскую повязку, когда человек, как бы, ну, только пришел в сборную. Но не подвел же. Не подвел. За что? Также скажу огромное спасибо Валерию Георгиевичу. За то, что он поверил. Дал ему шанс. И дает возможность, чтобы он реализовывался. Футбол – это частые травмы. Вот Алексею как, везет, не везет с этим? Тут вот фу, не было, да. А психологические спады, вот, помимо тех случаев, когда... Ну, конечно, они есть. Конечно, есть. И я знаю, что, когда у Леши что-то не получается, он это осознает. Он очень переживает. И даже я могу сказать, что вот, когда, если у них там команда проигрывает, я не звоню после игры. Только после того, как он сам. Потому что, ну, он потом анализирует. Он, как бы, тоже в себе. Ну, его лучше, как бы, не трогать в эти моменты. Уверена, еще один наш гость тоже знает, как надо реагировать на настроение сутермина. Это друг семьи Андрей Марьянович Плохетко. Заместитель директора детской и юношеской спортивной школы ЦСКА. Андрей Марьянович, дорогой, здравствуй. Приветствую. Рады тебя слышать. Больше увидеться не можем никак. Взаимно, да. Мы же далеко там, метров четыреста. Хорошо, что на радио хоть встретились, да? Да, да, да. Андрей Марьянович, вы, как и ваш папа, всю жизнь отдали армейскому клубу и футбольной школе ЦСКА. А вот Алексей Сутермен никогда за столичных армейцев не играл. Но с его слов, вы сыграли огромную роль в его футбольной карьере. Как же так вышло? Ну, видите, бывают случайности. Ну, как-то мы в Одинцово рядом жили, дети вместе росли. Вместе Мечишка гоняли в местных дворах. Ну, потом Лешка поехал в Санкт-Петербург, в Академию, в Интернат. Там, в принципе, ее закончил, попал в Дубль. Ну, и потом что-то там как-то вот не получилось, и вернулся. И, в принципе, такой немножко был растерянный с точки зрения, что дальше делать. А я как раз в этот момент просто помогал Одинцовской команде, Олимпу. Ну, и я увидел его, говорю, а ты почему чего нигде нет там? Он говорит, ну, вот, вроде как сказали в Зенит, что не нужен. Говорит, можно с вами потренируюсь? И вот они там пятером-шестером ко мне пришли домой. И Андрей Марьянович говорит, давайте вы нас будете тренировать здесь все. Ну, вот я согласился. И вот так вот он немножечко потренировался, поиграл за нас. И потом я его порекомендовал в футбольный клуб «Строгино». И, в принципе, получилась перезагружка для него. А там дальше пошло-поехало. И все поступательно вверх, вверх, вверх. Да, Астрахань, Оренбург. Ну, быстренько на Рубин заскочил, посмотрел там. Проверил просто, как дела. Да, в Санкт-Петербург, да, форму померил, говорит, не моя. Вот. Вот так вот это получилось. Андрей Марьянович, я хочу один случай просто любопытный. Главный тренер сборной Валерий Карпин однажды вспомнил любопытную историю своей игровой карьеры. После одного из матчей к нему подошел главный тренер сборной вооруженных сил, полковник Марьян Плохетко, и сказал, цитата, «Теперь ты, игрок ЦСКА, либо соглашаешься, либо мы тебя в Сибирь отправим родину охранять». Это из истории Карпина. И вот в связи с этим нам всем интересно, почему же тогда Алексей Сутармин так и не оказался в столичном клубе армии. Был момент, скажу честно, когда Лешко уже там, наверное, год или, может, чуть меньше отыграл за «Строгино», достаточно прилично там выглядел. Он, по-моему, был даже вторым бомбардиром в команде, хотя играл немножко ниже такого атакующего полузащитника. И был интерес, я его рекомендовал нашим селекционерам, и был интерес от старшего тренера, и даже была игра на октябре. Но что-то там в тот момент, не знаю, не получилось до конца. Ну, я скажу больше, что даже вот сейчас зимой был интерес, но тоже как-то, видимо, уже с точки зрения, что он уже все-таки игрок сборной России. И какие-то моменты там все-таки «Зенит» больше, так сказать, вцепился в него, и уже такие ошибки повторные не совершает, как были там несколько лет назад, когда он из дубля ушел, так сказать, в свободное плавание. Ну, в общем, Родин-то его тоже не отправят уже охранять, потому что нужен здесь, на местах, как говорится. Ну, да, должен делать свое дело. В те времена, в далекие нашей молодости, с Валерием Георгиевичем, так было, что немножко ставили условия, где иногда вроде выбор есть, а вроде его и нету. Ну, вот. Сейчас все-таки более профессиональная. Профессиональная армия, профессиональный футбол, поэтому каждый занимается своим делом теперь. Спасибо, Андрей Марьянович. Плохетка была у нас в эфире. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Увидимся. Понятно, что вот, ну, сейчас рано про это еще говорить, но он не делился с вами своими мыслями, чем будет заниматься, когда закончится его футбольная карьера? Ну, об этом мы пока, конечно, не думали, потому что он сказал, по максимуму я в любом случае буду играть до самого там последнего. Ну, я не знаю, может быть, тренером стать. Алексей часто подчеркивает, что все то, что сейчас с ним происходит, его статус как игрока, его известность, это во многом заслуга родителей. Как вы думаете, чем больше всего помогли ему вы? Ну, мы его поддержали. Видели его желания. Ну, на то мы и родители, чтобы направлять и поддерживать. Как я считаю, он упертый. Это вот, наверное, у него от папы. Вот это вот настырство, да, упертость. Где-то и перфекционист даже, да, и педант. У него все должно прям тютелька в тютельку идти. Мама знает все. Лилия Сутермина, спасибо вам огромное. Лилия, очень приятно было пообщаться. Спасибо еще раз всем участникам программы. И огромный привет Алексею. Спасибо за приглашение. Спасибо за возможность раскрыть наших спортсменов с несколько другой стороны. Желаю вашей программе успешной дальнейшей жизни в эфире. Спасибо большое. На сегодня у нас все. В студии с вами были Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Все выпуски программы «Мама знает все» доступны на подкаст-платформах. Яндекс.Музыка, Apple подкасты, подкасты ВКонтакте, а также на сайте авторадио.ру. Всего доброго. Мама знает все.